размещение большой бусины с помощью тонкого крючка. Когда вязание производится с довольно крупными бусинами, тогда неудобно размещать их предварительно на нитку и мы поступим по-другому. В этом месте мне необходимо разместить бусину. Я вытаскиваю крючок из работы и буду менять его на более тонкий крючок. Этот крючок вдеваю в бусину. Отверстие бусины должно быть таким, чтобы крючок свободно в ней помещался. И после этого вдеваю крючок в петельку, вытягиваю ее немного и протаскиваю петельку через бусинку. Теперь можно сюда вдеть большой крючок, нитку затянуть, и вязать дальше. Я буду вязать столбики без накида. А бусинка окажется в нужном месте. Для того, чтобы разместить бусину в воздушной петле, вытаскиваем крючок из петли, вдеваем туда тонкий крючок и после этого надеваем на крючок бусину. Затем рабочую нитку надеваем на большой палец левой руки, чтобы образовалась петелька. Захватываем рабочую нитку, вытаскиваем большой палец из петельки и протаскиваем ее через бусину и воздушную петлю. И теперь затягиваем рабочую нитку. Петля стягивается, а бусина остается в воздушной петле. Теперь вытягиваем петельку и меняем крючок. Вместо тонкого снова ставим толстый крючок, затягиваем немножко петельку и продолжаем вязание дальше. Я буду вязать столбики без накида и бусина при этом окажется с изнаночной стороны работы. А также можно использовать еще один прием. Берем тонкий крючок, вздеваем его в бусину и на некотором расстоянии захватываем рабочую нитку и протаскиваем ее через бусину. Далее толстый крючок выдеваем в эту петлю, затягиваем ее и и провязываем вместе две петли. Таким образом бусина оказалась в работе. Далее продолжаем вязать как обычно. Бусина будет располагаться на изнаночной стороне работы. Вот она у нас находится сзади. Вот таким образом расположена. Люди добрые, ставьте лайки, а то как мы узнаем, что работали не напрасно. И на новые уроки подписывайтесь, а то пропустите самое интересное. До новых встреч! Продолжение следует...